Ну вот смотрите, губернатор, который, конечно же, получает информацию из первоисточников и, видимо, согласовывает ее со спецслужбами и Минобороны, просто не должен, наверное, видимо, был говорить, какие это конкретные цифры, заявляет о 12 километрах глубины и 40 километров по ширине фронта, легко посчитать, 40 на 12, 480 квадратных километров, ну, по слову губернатора, которого осадил Путин, занятые украинскими войсками. Ну, такая, я вам скажу, существенная цифра безотносительно всего. А как на самом деле? Ну, потому что мало кто поверит, что только на 12 километров продвинулись украинские войска, потому что, судя по карте, если, что называется, с линейкой по ней ползать, то мы поймем, что на самом деле расстояние 12-километровой глубины несколько больше. Если мы зайдем за район Суджи и там ряд еще районов, в которых идут боестолкновения, собственно, украинских войск и российской стороны. А вот что говорит официальная власть в Украине? Давайте внимание на экран, посмотрим здесь. Також, ситуацию не только на нашей территории. Коротко, я дам слово главкому Свердскому. Будь ласка. Пан Президент Украины, Верховный Главнокомандующий Украины, продолжим проведение наступальной операции на территории Курской области. На данный час, под нашим контролем, находится близко тысячи квадратных километров территории Российской Федерации. Увыковые войск, выполненные поставленные задачи, бои и практически по всему фронту. Ситуация находится под нашим контролем. Дякую, Александр Александрович. Дякую, ты будь ласка, ведь всех нас, нашим войсковым, за стейки стеснило и вести. Дякую. Ну вот, тысяча квадратных километров, об этом говорит главком Сырский. Причем, еще раз повторяю, мы пытаемся просто для себя картину эту понять. Сразу скажу, з-блогеры разного рода подконтрольные спецслужбам российским, они заявляют о 700 квадратных километрах. Даже если это так. То есть что-то между 480 квадратными километрами и тысячами квадратными километрами. Ну, я вам скажу, это очень-очень приличная территория. Даже если это 480. Даже если это 480 километров, ну, я вам скажу, что для русского Тайваня, для какого-то лимитровного государства, вполне достаточная территория, чтобы зажить по-человечию. Вы удивитесь, если построить города на этой территории, там 28 населенных пунктов, о которых говорит исполняющий обязанности кульского губернатора. Ну, это достаточно приличная территория. Разумеется, я говорю об этом умозрительно, но сама по себе ситуация и постановка опроса, она ведь для чего имеет значение. А как менять тысячу, если это тысячу, или даже 480, пусть 700 квадратных километров, занятых в Курской области? На что? Менять на схожие по параметрам территорию в случае, если какие-то закулисные договоренности при последствии США, или Китая, или кого угодно, начнутся? Менять на просто вывод войск с территории Харьковской области, там, где под Болчанском идут бои? Или же Донбасс менять? Или же Крым менять? Конечно, там территория больше не сопоставима, там ни тысячи квадратных километров, ни 500. Но, тем не менее, это говорит о чем? О том, что линия фронта искривилась в сторону российской границы и за нее, ну, то есть на российскую территорию. Примечательно то, что Украина официально признала, что ведет эту операцию на территории Российской Федерации, потому что президент, главком Сырский, они подтвердили, да, это украинские войска. Ну, это мы и так знали, но официально теперь это уже объявлено о том, что ход боевых действий теперь затрагивает и территорию Российской Федерации. Ну, много об этом говорилось, насколько это неожиданно и непривычно для российской власти, что вот теперь иностранные войска находятся на ее территории и держат кусок, по меньшей мере, там, в 500, а то и в 1000 квадратных километров, что само по себе создает новую ситуацию и переговорную, и политическую, и военную тоже. Потому что открытый вопрос, а что с этим делать? Перекидывать части, которые стоят на всей линии фронта 1000-километровой внутри Украины, в Курскую область, ну, значит, оголять этот фронт. Хотя, в другой смысле, приоритет, ну, конечно, гораздо важнее отбить территорию Курской области, нежели продолжать двигаться на Покровское, там, держать Авдеевку или, я уж иногда, пытаться взять часов Яр или Волчанск. Ну, это менее важно, чем потерять территорию. В Курской области говорят о 70 тысяч беженцах, и даже если это 28 населенных пунктов, хотя говорят, возможно, что и больше. Но они сами об этом говорят. Российская сторона говорит о 28 населенных пунктах. То есть, сама по себе ситуация не может закончиться в течение суток, двух, трех недель. Если ты занимаешь территорию в тысячах километров, ну, я думаю, что военные, не глупые украинские руководства, военно-командования, уж найдут возможность, как удерживать и дальше эту территорию, создать условия для обороны этой территории. Даже если не будет возможности двигаться вперед, взять Курчатов, дойти до Курска, а речь идет о десятках километров, у меня сотни километров. Даже в этом случае эту территорию вполне возможно удерживать. Да, для этого нужна помощь западных союзников, нужно использовать тяжелые вооружения. По-видимому, об этом сейчас стоит разговор, какие вооружения разрешит использовать Запад, Европа, прежде всего Соединенные Штаты, для того, чтобы противодействовать обстрелам, авианалетам со стороны российских войск этой занятой украинскими войсками территории. Это будет ситуация развиваться дальше, мы будем за ней следить, но давайте самый главный промежуточный вывод сделаем. Всегда говорилось о том, что российская территория точно никогда не подвергнется никакой оккупации и агрессии со стороны иностранных государств. Россия ядерная держава, и как бы любое проникновение на ее территорию и удержание военным путем чревато развязывание ядерной войны, использование ядерного оружия. И что мы видим? Оказывается, это первое ощущение. На самом деле, обладание этими трехтысячами боеголовок, стоящими на дежурстве, якобы, опять же, у российской армии, у РВСН, то есть, оказывается, и применить их невозможно. Вот чего. Если конвенциональная война идет не по правилам, которые задает сторона, которая считается сильной, то сделать с этим мало что можно. А сторона, которая, ну, фактически защищается, в Украине и нахер не сдалась Курская область, ну, в этой ситуации, когда нужно отвоевывать свои территории, нашли за лучшее пойти вот по такому пути. Прорваться там, где не охранять. Ведь почему это произошло? Возможно, конечно, что в Сумской области они пропустили военно-разведку, скопление сил, средств, которые сосредоточила украинская армия для проведения операции в Курском. Возможно. Скорее всего даже. Не оценили, не смогли спрогнозировать. Но самое-то главное, все-таки даже не это, а ощущение вот этой безнаказности и возможности самим находиться на территории других государств, завоевывать их, так сказать, проводить операции, а считать, что никто не посмеет то же самое сделать в отношении них. Мы же об этом говорили много раз на моем канале, в моих выступлениях, что война это обоюдная вещь, рано или поздно, если ты не выиграешь, ты проигрываешь. Ты проигрываешь, если ты за три дня не взял Киев, рано или поздно украинские войска будут стоять в Курске. Как бы фантастически это ни звучало, оказывается, у войны свои законы. И далеко не всегда тот, кто выглядит сильным, сильным является. Как я уже говорил, еще раз повторю, несмотря на идущее время, скоро уже неделя, как эта операция продолжается, есть два пути у украинского руководства. Один путь понятный, прозрачный, очевидный. Мы занимаем вашу территорию, вы заняли нашу территорию, давайте размениваться. Мы отдаем вам вашу территорию, вы отдаете нашу. Путин на это никогда не пойдет. Он не отдаст Крым, Донбасс, Запорожскую часть и Херсонскую область за часть Курской области. Конечно, нет. Он скажет, нет, вы выходите из Курской области, а эти территории уже наши, у нас в конституции записано. Как они все время об этом говорят? Мы же их хотели бы, но мы не можем, потому что у нас закон запрещает действительно такой, даже уголовный, соответствующая статья, уголовный закон запрещает территории передавать. Мы не можем, а вы вот уйдите из Курской области, уйдите, вы это провокация. Понимаете? Но получается нелепая ситуация. В том ее смысле, что, во-первых, размен это вопрос переговоров, а Путин на такие переговоры, под такими условиями, а они будут выдвинуты, мы вам, вы нам, не пойдет. А с другой стороны, а какой выход? То есть надо выбить с Курской области эти части ВСУ. А как это сделать? А как это сделать? Это надо перекидывать части с фронта. То есть по-любому затянет. Может, это и получится. Но это не произойдет ни за неделю, ни за две, ни за треть. А есть второй путь. Помимо очевидного вот этого, которого, безусловно, военная команда и военно-политическое руководство Украины придержится, как я уже сказал, посеять хаос, панику и дезорганизацию. И главное, что расстроить ряды противника, дезорганизовать и деморализовать их тем, что, ну, в принципе, как бы никто и не торопится и не спешит. Вот просто простой размер осуществить. Размен осуществить. Вы нам, мы вам. А знаете, скажет Украина, мы не будем отступаться от своих условий, давайте всю территорию менять. Не пропорционально тысячи километров в квадрат на тысячу километров. А вы все освободите территорию Украины до границы 91-го года. А мы из Курской области выйдем. И вот тогда действительно возникает возможность создать смятение в рядах военного, политического российского руководства. А зачем нам это все было нужно? Вот нахера нам сдалась эта война в феврале 22-го года, что она привела в конечном итоге, спустя скоро уже там два с половиной года, она привела к тому, что можно вообще потерять еще и собственно конституционные территории самой Российской Федерации. Их могут отхряпать просто-напросто войска, которые воюют очень хорошо. Никто не поспорит, что украинские войска демонстрируют пример доблести и бесстрашия. Бесстрашие. Будет возможность у них до Москвы дойти? Дойдут. Вот тут все считают расстояние 500 километров. Оно не километрами измеряется, оно решимостью измеряется. Готовностью действительно добиться своих целей. Самых фантастических, как бы они ни выглядели, как бы они ни выглядели фантастическими, второй путь, он, вы знаете, дает больше шансов. Да, Путин не пойдет на механический размен, значит, нужно политический размен учтить. Когда уже тебе наступили на горло, и у тебя уже подрагивает яичко, ты согласишься на все. И не будет играть значение, сколько квадратных километров занято. Там другие аспекты будут играть решающую роль, понимаете? А это означает, что должны появиться и некие политические инструменты давления дополнительно к военным. А какие это инструменты давления? Ну да, на территории Курской области воюют русские соединения, в которых состоят русские добровольцы, которые имеют далеко идущие намерения избавить от нынешней российской власти, избавить Россию, избавить от Кремля, от Путина, Россию, дать возможность русским людям зажить свободно. Хотя бы на части своей земли, на части русской земли. Может не на всей. Я об этом много раз говорил. Что для этого надо делать? Ну, нужно дать волю тем политическим силам, которые готовы в это вовлечь. Причем как? Не надо все время педалировать тему на иностранных штыках кто-то вошел. Да? А я вот слышал, что Путин говорил, что украинцы плохие русские. Ему такой алверды случился. То это такой, блин, немецкий генштаб, авторийский генштаб, Галиция и все остальное навязал украинский национализм, украинскую самости. А на самом деле это русские, это все славяне русские. Мы их переделаем, язык отнеем, сделаем этих манкуртов, забудут свою историю, религию забудут. Вообще все забудут. От Бандеры откажут. Ну, там вот весь тот набор, который вы слышали про демистификацию. И мы их делаем сталинистов. Ну, как вся Россия же все из сталинистов присоставит. По желанию Путина. Ну, так почему я слышу голоса возмущенные о том, что ой, это такое иностранное вмешательство, это такие после нацистской Германии войска вступили на землю Курской области. Правда? Правда? Вы же говорите, это же братья меньшие. Вы же говорите, что они такие же русские. Так а чего вы сопротивляетесь русской власти тогда? Хочется задать вопрос. Они же славяне, они на вас похожи, они верят в то же самое, они разговаривают близко к вашему. А что такого? А что случилось? Почему славянин славянину не брат и не друг? Ну, так к вам пришли, как говорится. Пришли свои славяне. Не эти варвары немецкие, значит, Атилла. А пришли свои же, которые еще недавно, 30 лет назад с вами были в одном государстве. Что вы сопротивляетесь? Это же не больно. Ну, и что? Ну, поверьте, что это был лакитный флаг. Но учредили администрации какие-то. Сейчас местная власть гарнизонная какая-то еще будет работать. Кормить людей будет, оберегать, чтобы, не дай бог, от бомб российских, от авианалетов погибло. Зеленский об этом сказал. Мы вам покажем пример обратной бучи. Мы его покажем, как гуманно, как по-доброму, по-соседски обращаться с мирным населением. Не с военными, военные должны воевать. С мирным населением. Вот в этой ситуации, в этой конструкции, я считаю, что да, очень важно подключить русский политический элемент. А пусть люди из внутренней России приходят. Приходят в Курскую область. Роют окопы между окопами украинскими и путинскими, российскими. И садятся туда. Можно даже оружие подбавить. Пусть они, как говорится, потом и кровью завоюют свою свободу. А почему нет? Идите, воюйте. Идите, спасайте родину от Путина. Что здесь не так? А может и российские какие-то войска, у которых брожение тоже было, в связи с Челкова, после, и тут, из коррупции. Могут сказать, слушайте, а что мы и дурака-то валяем? Почему бы нам самим бы совсем не расправиться и не просить все время украинцев? Вы там, украинцы, за нас погибнете, дайте нам свободу. Как говорят некоторые, представьте, российская оппозиция. Мы ничего делать не будем, мы за мирняк. Мы за ненасилие. Поэтому пусть украинцы, они за нас все сдохнут, а мы вот к власти придем, и Путин накажет за то, что он начал войну. То есть они пусть в окопах за нас погибают, в Курской области, в Хренурской области, в Брянской области. Пусть они за нас умирают. А мы к власти придем. Нет, вот не так. Я говорю о другой конструкции, при которой сами русские люди, которые, а говорят же их, что большинство, я вот все время слышу, что они не за Путина. Так а почему бы им сейчас не проявить себя? Вот даже Ходорковский я сейчас послушал. Он говорит, слушайте, ну все хорошо, конечно, все замечательно, но устранить власть Путина можно только военные силы. Надо быть готовым к этому. Ну да, он говорит о том, что нужно дождаться, пока там не начнется что-то наверху, чтобы это все поддержать. А не остаться в стороне лузгой семечки и рассматривая, как другие тут выясняют отношения. И решают вопрос о власти. Центральный вопрос. Да, центральный вопрос. Последний аспект с этим связанный касается предатель-непредательности. Ну, знаете, еще раз повторю. Вот тут путинская хевра, она продолжает визг сквиртить про то, что визжит и сквиртит, что значит это все предатели. Которые вот радуются тому, что, бля, там украинские войска что-то там заняты. Еще раз напомню, историю пишут победители. Ленин деньги получил, 50 миллиардов. Я-то сам антикоммунист, это понятно. Но безотносительно. Историю пишут победители. Историю пишут. И предатель назначит власть. Тот, кто возьмет власть, он того предатель назначит. Китайский шпион Путин. И все его окружение расстрелять. Понимаете? О чем я говорю? Поэтому это все очень так. Власть, если бы победил со своим Конором, предателем был бы Сталин. Грузин, не русский. Понимаете? Уже не такое. Выдумали бы. Путь-фу, как говорится. Пока русский человек не осознает, что ему самому это все надо. Это не ради каких-то политиков, евреев, каких-то из оппозиции. Еще кого-то. Это вам надо. Вот тем, кто в России живет, вам надо изменить свою участь. Украинцы, что это менять? Они землю защищают. Разными способами. В том числе и в Курской области. А вот русским надо. Надо осознать, что вообще-то говоря, за свободу-то и пострадать надо. А может и жизнь отдать. То вот и вышние свободы. В том ее смысле, что если ты в неволе живешь, сам выбирай продолжать жить в неволе и ждать, пока тебя учить почти не другая. Кто-то придет и тебя освободит. Или ты сам. Твою судьбу возьмешь свою руку. Своих детей, внуков и так далее. Поэтому все это пиздеж про то, что какие-то там предатели с той стороны. Подобно Курбскому, который бежал от Грозного и переписывал себя письмами. И Грозный, бывший друг Курбского, писал ему, какая же ты сволочь. Понимаете? Не-не-не. Если в Курбске пришел к власти, то Грозный оказался мундаком. Понимаете? Ваня. Поэтому и здесь надо победить любой ценой. Любой ценой. Нет цены, которые нельзя заплатить за победу. Заплатить за победу. Для того, чтобы потом уже назначить предателями тех, кто были твоими оппонентами. Ну вот так история работает. По-другому не работает. Часто об этом говорю, но, по-моему, не до всех доходится. Те, кто сидит по ту сторону экрана в России, должны себя осознать, как некое историческое явление, которое суждено как субъекту обрести эту субъектность. Суметь-суметь изменить судьбу собственную, кстати, судьбу. Они все думают, что это судьба власти, еще кого-то. Нет-нет-нет. Нет-нет. Это собственная судьба. Важно это понять. Если этого не понять, то можно оставить все, как есть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.